МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это на выставочных стендах и в сюжете нашего корреспондента Галины Терневой. Здесь все, чем богата Иркутская область, от разнообразных яств до шаманских оберегов. У стенда Качугского района шикарный стол. Мэр муниципалитета говорит, самое вкусное здесь это блюдо из ленка и хариуса, буквально несколько дней назад, пойманных в реке Лени. Мы сегодня приедем свою продукцию. Мы в основном занимаемся сельским хозяйством, производим мясо и молоко. Ну и есть река Лена, которая очень красивая река. Занимаемся рыбалкой и охотой. Участники из Устилимска второй день учат всех желающих валять вот такие миниатюрные валенки. Говорят, готовят жителей области к зиме. Здесь же каждый желающий может загадать желание ударить рынду. Морская романтика, как выясняется, северному городу совсем не чужда. В Тихом океане ходит корабль, который носит название города Устилимска. Это малый противолодочный корабль. И поэтому мы всем желающим также предлагаем ударить в корабельный колокол рынду на удачу. Тем временем начинается торжественная церемония открытия. Выставка «Земля Иркутская» проходит уже в десятый раз. И с каждым годом участие в ней принимают все больше районов области. По стендам заметно, как быстро развиваются муниципалитеты. Иркутская область, она, конечно, богата многим. И научный потенциал, образовательный, промышленный, ресурсный потенциал. Но самое главное, что у нас очень интересный, и не потому что я губернатор Курской области, потому что я здесь вырос, а потому что действительно, сравнивая разные территории, у нас, я могу сказать, что самый главный потенциал – это люди. Мы сюда собираемся, все муниципальные образования, как большая семья, и демонстрируем все, что лучшее сделано назад. А нынешний год, он особенный. Нам всем 75 лет. И важно, что амбиции, добрые амбиции, добрые традиции на всех стендах будут представлены. Правительственная делегация отправляется на экскурсию по выставке, чтобы лично оценить потенциал каждого из 30 представленных здесь муниципальных образований. Потенциал не только экономический, но и творческий. Зажигательные песни, традиционные хлеб с солью и именинные пироги. Празднание юбилея здесь продолжится до 28 сентября. Галина Тюрнева, Константин Синицын. Новости сейчас. В этнографическом музее Тальцы начали строить новый забор. Он протянется вдоль Байкальского тракта на 72 метра в длину. Ограда будет из лиственницы высотой около двух метров и сделана по старинной технологии. За забором тоже появилось немало интересного и аутентичного. Например, деревянные тротуары, какие можно было увидеть в Иркутске еще в 70-х годах прошлого века. По ним прогулялась наш корреспондент Мария Князева. Так предстоит обработать 264 лиственничных ствола. Все, что есть у Владимира Дубяева и других тальцинских плотников – это топоры и лопаты. Прадеды так строили, и мы управимся. Уверен в себе Владимир. Вы знаешь уже, понимаешь, как было раньше, как строили. По сравнению с новейшими технологиями нынешними, это как бы все ручная работа. Изгородь с воротами ручной работы в стиле 19 века – давняя мечта всех сотрудников тальцов. Раньше ограждением служила обычная сетка «Рабица» – не лучший забор для музея деревянного зодчества. Уже установлены в Ирии центральные столбы. От них в обе стороны потянутся тынины. Забор будет 72 метра в длину и 2 в высоту. Самое интересное, сам забор будет, это состоять по аналогу тыну, забору Острога и Лимбского. Но только немножко поменьше будет, так сказать. И те люди, которые едут по трассе, Ярковская лиственника, сразу будут обращать. А, музей деревянного зодчества. Как здорово заедем. Новый забор – не единственный свежий повод заехать в Тальцы. В Волосном селе, что в самом сердце музейного комплекса, построили тротуары. Совсем такие же, какие были в провинциальных российских городах, вплоть до 70-х годов 20-го века. Старожилы Иркутска еще помнят такие деревянные тротуары на улицах Совки Перевская и Подгорная. Ведь они являлись главной защитой от грязи и луж на улицах нашего города. Сейчас прогуляться по таким тротуарам можно в музей Тальцы. Продолжается и реконструкция Илимской крепости, которая началась с восстановления сторожевой башни. По плану, Илимский острог будет строиться три года. На двух с половиной гектарах земли появятся здания таможни, казармы, пороховой амбар и солевой склад. Мария Князева, Константин Ценицын. Новости сейчас. И на этом у меня все. Наш выпуск продолжат «Новости Бурятии». Слово Анастасии Лисовой. Удачи в делах, хорошего настроения и до скорой встречи в середине Земли. Спасибо, Юлия. Новости Бурятии. Жителям Читы представляет телекомпания «Тевиком» в студии Анастасия Лисова. Здравствуйте. Космические технологии в массы. Бурятский государственный университет будет готовить специалистов в области использования результатов космической деятельности. Сегодня в рамках празднования 80-летнего юбилея на его базе открылся специализированный центр. Какие изменения ждут республику с приходом новых разработок, расскажет Ася Касьянова. Прошлое вы увидите с помощью видеокамеры. Это тут дальность, с которой она работала. Настоящее можете глазами. Будущее, а у России большое будущее, можно увидеть только с помощью трехмерных моделей. И это только одна из причин, чтобы начать активно осваивать космические технологии. Ведь целых 50 лет мы штурмовали космос, и только в последние пять задумались, а зачем вообще это нужно, говорит Вячеслав Безбородов. Но даже если и захотеть начать продвижение в этой области, то где найти специалистов? Именно эта проблема и стала толчком для создания центра космических технологий на базе одного из старейших вузов республики. Областей применения таких разработок великое множество. От законотворческой до сельскохозяйственной деятельности. От января до января. Там посмотрел запасы снегов, посмотрел таяние, посмотрел всходы, посмотрел болезни, уборку урожая, мониторинг транспорта, как это все увезли, сколько не довезли. Вот такая большая комплексная задача получается с помощью космических систем. Абсолютно прозрачной становится. Сделанные спутником снимки объединяют в единую базу, в результате чего создается система высокоточной навигации, которая позволит мониторить передвижение транспорта. Трёхмерные модели городов дают возможность рационализировать расположение зданий. А градоначальники могут оперативно отслеживать непредвиденные ситуации, а значит и реагировать будут оперативно. В будущем космическую грамотность планируют прививать более юным ребятам и открывать такие центры уже на базе школ. Ася Касьянова, Борис Геленов, Новости дня. Абуланудэ напишут в журнале «Вокруг света». О нашем городе на страницах издания расскажет известный карикатурист Андрей Бильжо. Своё эссе он снабдит и несколькими добрыми шаржами. Признанный художник и путешественник уже побывал в Якутии, Норильске, Красноярске и Казани. Столицу Бурятии он выбрал сам, причём сделал это не случайно. Вместе с Бильжо в одной группе медицинского института учились трое выходцев из республики. Поэтому посетить бурятскую землю Андрей Бильжо мечтал всегда. Я представлял себе намного хуже этот регион, эту республику. И я был очень приятно, в этом смысле разочарован, потому что то, что я увидел, мне просто очень понравилось. И я за эти дни не только много узнал очень, но и отдохнул на самом деле, потому что как-то здесь очень спокойно. И потом мне всегда было интересно, как сосуществуют однороды разных культур. Карикатурист провёл в Бурятии три дня. За короткое время он посетил Байкал, и Волгинский дацан, и городские музеи. Меня невозможно обмануть, я очень внимательный, поэтому сразу замечаю фальшь. У меня самые светлые впечатления от Бурятии. Кстати, у вас чище, чем в других городах, заметил Бильжо. Похвалил и национальную кухню. Художник принял предложение использовать его карикатуры на кружках и авторучках в целях пиара Бурятии. Добавлю, о путешествии можно будет прочесть уже в ноябрьском номере журнала «Вокруг света». На этом у меня всё. Сейчас слово моей коллеге Мирославе Барху и журналистам телекомпании «Аист Монголия» из Улан-Батора. Приветствуем жителей Забайкалья. Выпуск «Середина земли» продолжает телекомпания «Аист Монголия». И прямо сейчас о самых заметных новостях Улан-Батора расскажут корреспонденты программы «Недсакты» и я, Мирослава Барху. «Монгол» — экспозиция с таким названием открылась в зале художественной галереи. На выставке представлены картины и скульптуры, выполненные руками молодых мастеров. На знакомство с экспозицией у жителей и гостей столицы немного времени. Уже в следующем месяце произведения монгольских художников уедут в Россию и предстанут на суд иркутского зрителя. С авторами работ сегодня пообщалась наш корреспондент. Свои работы представили сразу четыре автора. Директор художественной галереи, лауреат Союза мастеров Монголии художник Чадрабал, лауреат Союза мастеров Бат Мунг, скульптор Ачир Болт и художник Энг Тайван. Выставку работ приурочили к 850-летию Чингисхана. В традициях монгольской живописи угадывается влияние русской школы. Многие знаменитые художники страны в 50-60-е годы учились в России, поэтому техника, несомненно, русская. Однако последние два десятилетия живопись в Монголии развивается своим путем. В произведениях мастеров угадывается свой, именно монгольский стиль, вдохновленный самобытной культурой, образом жизни кочевников. Появляются новые техники исполнения, направления, также навеянные просторными степями. И действительно, вглядываясь в экспонаты выставки, можно познакомиться с историей, обычаями и традициями монголов, познать их жизненную философию, увидеть ежедневный быт. Каждый автор показал свою Монголию, такой, какой она видится только ему. Ранее художники уже работали с коллегами из соседней России, организовывали совместные галереи. На этот раз свои работы отправят на суд иркутских ценителей прекрасного. Четыре друга. Мы с ними делали уже выставку, мы с ними дружим давно. И нам очень интересно их взгляд, такая на современную живопись интересная. И они являются четыре друга, вместе друг другу помогают, делают очень интересные выставки. Они к нам приезжали в Иркутск в том году. Мы делали их выставку в совместном проекте к юбилею города Иркутска. И вот на следующий год мы планируем вместе договорились о совместной выставке. Они не совместные, а их не персональные выставки в нашем художественном музее. Интерес к монгольской культуре и искусству заметно возрос среди иностранцев. Да и сами авторы охотно признают готовность выставлять работы за рубежом. Ведь искусство не имеет границ или языковых барьеров. Это были новости Монголии. Благодарю за внимание и передаю слово нашим коллегам из Пекина. О событиях в Китае расскажут корреспонденты СИСи ТВ Русский. Телеканал СИСи ТВ Русский приветствует зрителей «Середины земли». Я, Василий Паршута, и мои коллеги рады представить вам новости из Китая. В Китае готовятся к одному из самых крупных традиционных праздников – Джунтьюцзе. В переводе на русский – это «праздник середины осени». Его отмечают в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. Главным атрибутом этого праздника считаются лунные пряники. Их готовят с множеством всевозможных начинок и обязательно подают к обеду. Но кроме пряников существует еще не одно блюдо, которое должно быть на столе в эти дни. И различаются они от провинции к провинции и от семьи к семье. Наш корреспондент проехал полстраны, чтобы узнать, что готовят на этот праздник. Сунбины, цыгао и цыба. Что это такое и с чем это едят? Расскажем далее. Во дворе дома семьи Ли Мейшаня вовсю кипит подготовка к празднику. Почти все в национальных одеждах, ведь это особый день. Для корейской семьи сунбин – это такие пирожки из рисовой муки с начинкой и сладкой бобовой массой – обязательное угощение на праздничном столе в честь праздника середины осени. Этой традиции уже около 800 лет. Все для того, чтобы задобрить богов и потомков. Считается, что это угощение на столе изгоняет злых духов и приносит в семью радость и удачу. Но прежде необходимо 8 часов держать рис в воде. Потом его перемалывают, насколько это возможно, а дальше – насколько фантазии хватит. Сунбины получаются разноцветными. Чтобы придать цвет муке, мы используем только натуральные красители. Это очень полезно для внутренних органов. А вообще при приготовлении сунбинов можно проявлять фантазию в начинке. Это может быть не только паста из красных бобов, но и из грецких орехов, кунжутных семян или вовсе из сосновой хвои. В каждой семье рецепты сунбинов придаются через поколение – от матери к дочери. Есть древняя мудрость. Если незамужняя девушка может приготовить хорошие сунбины, она найдёт себе хорошего мужа. Прежде чем изысканная смесь окажется на сковородке, сосновая хвоя растирается и превращается в свежую массу. А когда сунбины подают на круглый стол, главный вопрос, который волнует каждого члена семьи – какой сунбин ему взять? А в другой китайской деревне пятьдесят трёхлетний Ван Гуй Инь известен среди односельчан своими аппетитными цайгао. Это кекс из пористого теста. Но прежде чем приступить к приготовлению, он готовит этот кекс вот уже 40 лет, нужно собрать главный ингредиент – асмантус. Это вечно зелёное лиственное цветковое растение семейства маслиновых. «Я готовлю это угощение накануне каждого праздника середины осени и, хотя здесь любой, может их испечь. У меня получают самые вкусные. Соседи часто приходят со всем необходимым и просят приготовить». В провинции Аньхуэ есть традиция – если муж уезжает на заработки и не может вернуться на праздники, жёны готовят им цайгао и отправляют мужья. Считается, что это угощение хранит добрые мысли и молитвы о любимых. А в западной китайской провинции Сычуань, деревушке Хуаин, есть своё особое блюдо к празднику. Здесь готовят рис так, как не делает никто другой. И это блюдо здесь называется циба. Кстати, готовят его только раз в год. И считается, что молодой человек, которому нравится девушка, должен это блюдо приготовить и ей отнести. А готовится оно по-особому. Сначала рис варят, затем необходима настоящая мужская сила. Массу необходимо взбить в густую массу. А затем каждый член семьи сам берёт часть этой массы, определяя, сколько счастья он хочет подарить другим. А затем уже добавляется начинка. Вариантов множество. И здесь всё зависит не столько от вкуса, сколько от семейных традиций. Семья – вот что самое главное в праздник середины осени. Илья Зайцев, CCTV. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...